привет дорогие друзья вы на канале kodunblog с вами катера в танке и сегодня у нас с вами будет продолжение приключений в игре life for dead вторая часть вот но кто не в курсе у кого не steam версия в общем-то эту игру по большому счету совместили точнее объединили в одно целое вот продавался комплект на стиме в общем-то отличие у них особо это больших нету в основном графические данные другие персонажи в общем все то же самое другие уровни но мне лично первая часть нравилась именно сама компания ну вот сейчас конечно она очень уже старая эта игра и графические очень слабенькая конечно life for the 2 в котором еще сыграем да она даже сейчас выглядит намного интереснее да и в общем то выглядит неплохо даже спустя столько времени с более-менее графика приведена в порядок вот но здесь у нас как видите вот такое вот движуха мне лично не нравится в мультиплеере мультиплеере то что персонажей зачастую слишком торопятся не под не поддерживают друг другу с одной стороны конечно же нежелательно вам самим слоу получить но вот посмотрите как они действуют один отстал им плевать а все они рвут вперед ну то есть такая вот типа команда в кавычках здесь где-то у нас очевидно танк ну а что сказать по части вот в целом впечатление от игры да то конечно в принципе она хороша тем что не требует каких-то особых нервов да в отличие от world of tanks которая вот чем зачастую своим мультиплеером выводит абсолютно из себя здесь с этим конечно намного проще вот а бывает попадаются чрезвычайно тупые союзники но в принципе какого-то там решительного влияния на геймплей это зачастую не имеет в конце концов есть выбор поставить просто-напросто ботов да и раз ботами вот и в принципе вы получите вполне себе неплохие тоже эмоции от игры вот и от вас не будет требоваться каких-то там сверхусилий вот world of tanks конечно вы можете прикладывать сверхусилия но если в вашей команде просто полнейшие идиоты плюс еще вот эта фишка изобретение витька под названием патента который просто-напросто но ничем иным как мошенничеством назвать нельзя да то есть когда искусственно подкручивается показатели там бронепробития куда летит снаряд так далее то есть и еще вот эти все нюансы это конечно же ужасно то есть просто стыд и срам для разработчиков но только в нашей стране как говорится на точнее не в нашей стране на территории снг она такая ерунда возможно и до сих пор поныне вот то есть не должно быть такого что программа компьютерная игра это по сути есть программа работает против игрока то есть по идее как бы в понимании большинства нормальных игроков игра требует от вас усилий до выработки каких-то навыков если же все начинает опираться не в это авто что компьютер начинает регулировать такие моменты которые напрямую вредят вашему вашей результативности до игнорирует ваш скилл то ну по моему это вообще полный маразм такого быть не должно как это вообще понимать что вот вы стреляете в танк там допустим у вас огромное пробитие у орудия там противника слабая броня и вы его не пробивайте по вообще непонятно каким причинам ну это я понимаю что можно бесконечно врать про то что это аркадный симулятор танковый но это вообще никак не связано это уже самое обыкновенное свинство по-другому не назовешь потому что какой бы там ни был симулятор танковый там или аркадный симулятор все равно должны быть какие-то грани разумного до предел чего-то они так вот захотел там допустим объект 704 там выбор ему сказал ты сейчас не пробьешь и . на и он будет стрелять там в борт не знаю стюар туда там или ну хотя там нова китайский стер попадает в такую уровень боев вот или будет стрелять там в борт лттб да и не сможет его пробить ну блин спрос на хрен тогда скил вообще нужен если все за вас решает игра вот программный кода как он захотел так он и сделал как там прописано так и будет ну в общем такая тема бесконечная и уже ругают их ругают они им плевать вот не знаю мне бы им порекомендовал наверное идти в игорный бизнес там им самое место там казино какое-то открыть еще что-то там вот это для них да там как раз такие люди надо ну да ладно но тут как видите у нас идет бодрый геймплей закончились у меня снаряды в гранатомете остался один пистолет и ничего поблизости нету вообще такого вот на случай кстати если у вас вы хотите взять гранатомет он кстати очень неплохо в кооперативе работает но он лучше даже работает с ботами когда вас хоть кто-то прикрывает амини летит сильно вперед вот с этими ребятами с ним сложно пользоваться не все время лезут вперед и как бы тяжело попадает под выстрелы но эти прикрытия нифига не матусь ночь и фантастика да то в общем берите два пистолета или берите десерт вот гигал нормально решает ну или два пистолета тоже нормально шат если закончить патрона или нельзя там где-то стрелять до союзники там поблизости все такое короче или взрывчатка от какая-то да то в общем то можно спокойно себе доставать пистолета и лупить с них так но благо подлечили конечно опять видите все почему потому что рванули вперед да то есть не поддерживают друг друга бегут не пойми куда то есть тоже жакеи если кто-то рядом находился то хрен был он там что смог сделать ну и вообще в целом конечно в этой игры есть недостатки то есть она абсолютно полностью заточена под кооператив то есть под несколько игроков есть тут такой режим выживания да там когда в один играйте ну там я не знаю он странноватый на мой взгляд он неинтересный потому что там допустим заскучил там вам на плечи джеки и катается пока у вас там хп не останется 20 процентов вот или например охотник на вас до запрыгнул тоже вы ничего не можете здесь никак не можете его контрить а в этом режиме вы играете сам прикрытия никакого нету то есть ну полный абсурд на мой взгляд таких вещей конечно быть в игре не должно ну в любом случае тогда или не должно быть этого режима бессмысленными да или надо было как-то чтобы один игрок все-таки мог что-то делать да не быть абсолютно беспомощным что в некоторых случаях выглядит вообще смешно там например там запрыгивает hunter на огромного тренера до который там одним ударом кулаком челю сломал вот и он не может его скинуть ну немножко бред ну а тем временем мы уже подходим к нашей нашему жилищу да и тут уже ведьма набросилась на одну из наших союзниц скажем так ну в общем толпой его замотелили хп не сильно много ну плюс она агрится на одного игрока как правило то есть если рядом союзники то толку от нее немного точнее вреда от нее не сильно много одного она кэш вырубает а дальше и уже коллективно расстреливаются вместе в общем такой у нас был сегодня забег в life for dead и заодно немножко интересно поговорили я надеюсь что-то полезного для себя точно услышали вот если понравилось ставим лайки подписываемся оставляем кэш свои комментарии пожелания вот какие игры хотели бы увидеть вот какие темы ну и до новых встреч пока